Владивосток – город архитектурных контрастов. Немецкая готика здесь соседствует с купеческими домами в стиле русского барокко. Напротив особняков с элементами классицизма стоят дома, в которых угадывается восточная архитектура. На фоне современного города продолжают жить здания ушедших эпох. Владивосток застал важные исторические события, периоды, общегосударственные глобальные проекты, которые не могли на нем не отразиться. Владивосток не то же самое, что все остальные города этого же возраста. Не то же самое. У этого здания даже есть своя легенда, благодаря которой готический особняк на улице Пологой получил свое имя и официальную версию происхождения. Но купец первой гильдии Иоганн Лангелисье, в честь которого особняк и назвали, к этому дому отношения не имеет. На самом деле он должен носить имя строителя-мецената Михаила Суворова, который построил этот особняк для сдачи в аренду. В советское время это был жилой дом. Затем в 80-е годы здесь находилась редакция газеты «Владивосток», а с 90-х годов общество охраны памятников истории и культуры края. Сегодня здание 1896 года постройки реставрируют. Закончить ремонт планируют к июню 2018 года. Владивостокскую синагогу восстановили два года назад. Новая эпоха старинного здания началась в декабре 2015-го. На открытие единственной в крае еврейской молильни приезжал и главный раввин России Берл Лазар. Синагогу возвели еще в 1917 году по инициативе местного мецената купца первой гильдии Лейбаскидельского. В 1932 году власти разогнали общину и в здании разместили сначала клуб кондитерской фабрики, а затем ее же магазин. Обратно свое законное помещение еврейская община получила лишь в начале 2000-х. Еще долго эту синагогу в шутку называли самой сладкой. Здесь запах шоколада была просто уже впитана в стену. Мы все время говорили, что наверное столько эти стены чувствовали и ощущали и впитывали, что невозможно, чтобы кто-то завтра придумал вернуть здесь синагогу. А слава богу, это произошло. Сегодня это один из самых красивых памятников архитектуры города и края. Сюда приходят не только представители еврейской общины, но и другие жители и гости Владивостока. В сентябре этого года синагоге исполнилось 100 лет. Как Дмитрий Анатольевич сказал, он же приезжал, посещал наше место, нашу синагогу. Он сказал, что ценности гораздо чувствуются сильнее, когда восстанавливаются старые, а не делаются новые. Одно из самых известных и красивых зданий Владивостока построили в конце 30-х годов прошлого века. Не каждый знает, что серая лошадь изначально была розовой. Серым здание стало уже в период Великой Отечественной войны. Дом под номером 17 строили для работников железной дороги, 19-й – для служащих НКВД, погранвойск и милиции. Один из домов украшен знаковыми пролетарскими символами – скульптурами красноармейца, летчика, колхозницы и шахтера. Именно 17-й дом со статуями и прославился как серая лошадь. Почему – точно неизвестно. По одной из версий, когда-то рядом с остальными фигурами красовалась и фигура лошади. Особой красотой отличается и соседний дом – особняк Бриннеров, построенный в 1910 году архитектором Георгием Юнгхенделем. Железнодорожный вокзал – историко-архитектурный памятник федерального значения в древнерусском стиле. Первое здание появилось одновременно с железной дорогой в 1891 году при непосредственном участии будущего российского императора Николая II. Оно отличалось эскетичной простотой, однако позже московский архитектор Федор Шехтель спроектировал здание вокзала в традициях древней русской культуры, как символ единства и неделимости России.